Добрый день! По привычке я чуть было не сказал, мы начинаем нашу программу, но сегодня, как видите, я один. Моя постоянная коллега Мирьям Шемтов отсутствует. Видимо, в течение ближайших нескольких дней я буду появляться в одиночестве, и таким образом эта программа превращается в какое-то подобие авторской программы. Но, тем не менее, традиции сохраняются, и я начинаю с обзора печати. Передо мной бюллетень восхождения. И здесь автор и редактор Эзер Ховкин, автор первой статьи «Правильные люди», опубликованной сразу под названием газеты, он говорит о семинаре, который был на Иерусалимской книжной ярмарке. Семинар был посвящен скрытым праведникам. Он пишет, что в зале сидели люди интеллигентные, но от религии достаточно далекие, хотели знать азы, например, кого считать праведником. У ведущих была возможность напомнить, что в первой главе Тани сказано, что полный праведник – это еврей, окончательно победивший в себе злое начало. Тем не менее, были даны другие ответы, другие толкования. Он разбирает это все в своей публикации. Хотя бы стоило вспомнить фразу «Победивший себя стоит больше, чем тот, кто покорил целый город». Ну, а в конце концов был задан вопрос. Кто таких людей воспитывает? Кто обучает и показывает путь? Ведущие переглянулись, и один сказал что-то про антропологическую составляющую, а другой – про духовную карту мира. И автор пишет. «Дураки! Равина бучает! Вот кто!» – хотелось крикнуть мне. «Меламид в хедере! Рэбе!» Но промолчал почему-то. «Ах ты, дурак!» Ну, это такое легкое самоуничижение. Эзер Ховкин отнюдь не дурак. И даже наоборот. Он досадует на то, что не включился в эту дискуссию. Ну, что делать? Редко появляющиеся у нас в обзоре издания – это «Бухарская газета». Это газета «Бухарско-еврейская община», выходящая в Израиле. Их несколько таких газет. Это издание, которое появляется раз в месяц. И здесь есть статья доктора медицинских наук Бориса Аминова «Люди в зеркале истории». Она посвящена деятельности профессора Иосифа Машеева. Это ученый-филолог. Автор более 20 книг, 80 монографий, статей, брошюр. Он в Советском Союзе был доктором филологических наук. Преподавал в Таджикском государственном университете. Здесь его тема – это знаменитые бухарские евреи. То есть люди, которые сумели получить общественное признание. Он уже много лет разрабатывает эту тему. У него ни одна публикация, у него ни одна книга на этот счет. И он берет истоки. То есть сначала это выдающиеся духовные наставники общины. То, что мы называем раввин. А позже, когда Бухарский Эмират был включен в состав Российской империи, и там начались, естественно, процессы, которые переустроили это общество в значительной степени. Позже стала формироваться своя буржуазия, а еще позже бухарско-еврейская интеллигенция. И мне кажется, мне случилось работать с этой общиной, что удельный вес интеллектуалов и людей, высокообразованных в этой общине, я имею в виду людей с кандидатскими советскими степнями, с докторскими степнями, с профессорским званием, что удельный вес этих людей в численности общины, он очень высок. Возможно, самый высокий из числа тех, кто прибыл из бывшего Советского Союза. Еще одна публикация, даже не публикация, а объявление, это газета «Наш Иерусалим», еженедельник, и здесь объявление муниципалитета, столичного муниципалитета. Наводим порядок. В настоящее время проводится кампания «Песох». Сказано, что будут удвоено количество смен уборщиков, добавлено уборщиков на улицах, число мусороуборочных машин, матчизм для чистки улиц и так далее. И будут специальные пункты для сжигания хамеца. Хамец – это всевозможная еда, попадающая под категорию квасного, то есть забродившее тесто. Положено перед Песохом остатки этой еды сжечь. Где-то там полпачки макарон, где-то несколько ломчиков хлеба, печенье, завалявшееся и не найденное детьми. Так вот, будут устроены специальные пункты. Что это такое? В прошлом году уже это было. Это привозят железный ящик, невысокие борты, сантиметров 30, и размером, скажем, метр на метр, полтора на полтора, примерно вот такой. И в этом ящике надо сжигать. Просят сжигать только в них, не устраивать костры возле дома, потому что есть требования пожарной безопасности. Более того, в прошлом году видные раввины обратились с призывом смотреть, что сжигают, скажем, не носить хамец в пластиковых пакетах. Потому что иначе это отравляет просто воздух. И вот теперь муниципалитет старается это как-то упорядочить. Последняя публикация, которую я хотел сказать, это приложение газеты Вести, нон-стоп, культура, телевидение, кино. Это такое обозрение. И здесь сказано о концерте скрипача-импровизатора Леонида Рудштейна и его друзей. И он говорит сам, Леонид Рудштейн, что это программа завершения определенного отрезка творческого пути, а значит подведение итогов, сумма определенных творческих притязаний за последние годы. И я хочу надеяться, начало нового отрезка творчества. Скажем, очень энергично. Это действительно так. У настоящей творческой личности вот это и является самой достойной самооценкой. Не останавливаться, подвелать итоги, сделано столько-то, двигаться дальше. По-настоящему творческий человек не может чувствовать себя иначе. Вместе с Леонидом Рудштейном на сцену выйдут его друзья. И тут перечислены фамилии музыкантов. Алекс Слуцкий, Алекс Спивак, Михаил Машкауцан, Борис Кац, Эрик Истахаров. И принимает участие певица Натали Кертис. Программа продолжается. И я перехожу к рубрике «Семейный архив». Была она у нас когда-то заявлена. И вот в этой рубрике я хочу показать сегодня открытку. Вот такую открытку. Сейчас вы увидите ее в более четком и полном изображении. Она находится у меня уже довольно много лет. Передала мне ее моя мама. Кто ей отдал, не знаю. По крайней мере, человек дорожил. Этой открыткой, слава Богу, не выкинул просто в мусор. Хотя такие вещи тоже бывают. Эту открытку послал делегат Сианинского конгресса, очередного конгресса, 10-го, который проходил в августе 1911 года в Базеле, в Швейцарии. Текст, надеюсь, что кто-то смог прочитать, но если не все сумели одолеть его, то я разбирал, и я смогу познакомить вас с ним. Сегодня открылся конгресс. Много народу, большой подъем. Привет. Подпись неразборчива. Но открытка отправлена госпожа Залманзон в город Оршу, Могилевской губернии. Чем был знаменит этот конгресс? В сионизме было два течения. Политический сионизм и практический сионизм. Политические считали, что нужно общаться с сильными мира сего, с королями, султанами, президентами, и объяснять им необходимость создания еврейского государства в Палестине. Ради этого Теодор Герцель, основатель сионистского движения, мотался по всему миру. Практически сионисты, и, кстати, русские и евреи стояли большей частью именно на этой позиции, говорили, что нужно ехать в эту страну, строить дома, прокладывать дороги, создавать плантации, сажать сады и делом поднимать еврейское присутствие в этой стране. И в конечном счете практический сионизм взял верх. Хотя и политический продолжал существовать. Но Десятый конгресс, он был мирным. Оба течения как бы начали сосуществовать. Не одно вместо другого, а вместе. Кроме того, этот конгресс примечательен еще одним. Это был первый конгресс, который проходил на иврите. До тех пор делегаты конгресса общались на языке культурного народа, на немецком языке. Обратите внимание, в канун праздника Песах актер и поэт Алексей Ташаев начал свое выступление именно с темы исхода. А происходило это в Иерусалимском общинном доме, где он представлял свой моноспектакль «Такая ситуация русскоязычной молодежи Иерусалима». Мне это что-то дало лично, именно вот это выражение. Потому что Дарь пришел и нашел здесь какой-то свой дом. Я через полгода научился разговаривать на иврите. Очень быстро учился в израильской школе. Прекал панали. Наверное, тут есть ребят, которые панали панали панали. А может быть нет. А может быть нет. А может быть нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok